Одесса Мьюзик Фест Одесса Мьюзик Фест Одесса Мьюзик Фест Одесса Мьюзик Фест Этот концерт большей частью своей посвящен импровизациям. Импровизациям и на тему итальянской музыки, музыки итальянского кино. И на темы, которые зрители сами могут подсказать музыканту во время концерта. То есть вплоть до того, что он может и симпровизировать на органе что-то по ходу представления. То есть, по сути, идет интерактив со зрителем? Да, да, это будет уникальный концерт в этом плане. Вот такого мы еще не делали. То есть мы экспериментируем, мы даем современную музыку, используя очень мощный музыкальный инструмент. В этот раз мы пошли дальше, вплоть до интерактива со зрителем. Фестиваль называется международным. Мы уже поняли, что будут итальянские гости. Кто будет помимо них? Каждый год мы привозим очень хороших, известных в Европе, в Америке, в Азии музыкантов. В этом году мы, помимо итальянского музыканта, привозим американскую органистку Гейл Арчер. Она, ну так, чтобы вы поняли уровень этого человека, это президент Международной гильдии органистов. Это уже что-то значит. Каждый год она совершает турне по всему миру. В этом году, благодаря личным связям среди музыкантов, нам удалось позвать ее в Одессу. И она будет у нас 23-го числа играть. Она будет играть американскую музыку и русскую музыку. Очень разную. Как классическую, так и джаз, опять же. Джазовая импровизация. На известные какие-то джазовые темы. Кроме этого, 22-го числа будет чисто украинский концерт. Будет играть Елена Удрас. Я считаю, что это лучшая одесская органистка. И, наверное, одна из лучших в Украине. Они будут, помимо этого, игру на органе сопровождать голос, вокал. Это будут заслуженные, нет, это будут народные, народные артисты Украины. Чуть было не сказал. Анатолий Дуда и Елена Стаховская. Вот вы знаете, у вас в пресс-лезе больше всего зацепило меня то, что можно будет услышать африканскую музыку в исполнении органа. То есть вот эта африканская музыка, барабаны там-там и прочий, вот этот ритм, это будет в исполнении? Это 29-го числа. У нас получается один концерт, немножко отнесен по времени от общего телофестиваля. Связан это с возможностью приезда музыкантов в Украину. Африканский музыкант из Нигерии, Неметейн Вест, он будет играть африканскую музыку в переложении на орган. Причем это очень часто известные нам мотивы, которые использовались в мультиках каких-то диснеевских. Вот он это все адаптирует для органа. То есть вот эту этническую музыку абсолютно реально сыграть на органе? Да, он будет играть в национальной одежде африканской. Это будет очень яркий, красочный такой, яркая шоу. То есть помимо того, что будет концерт, будет на что еще посмотреть? Да, будет на что еще посмотреть, элементы шоу, да? Очень интересно. Вот вы сказали, что это не просто органная музыка, что будет синтез еще с чем-то. Будет вокал, я так понял, что еще будет? Обычно мы добавляем из лучших одесских музыкантов какое-то сопровождение инструментально к органу. Допустим, в прошлом году, когда я выступала в оперном театре японка, Хирока и Навы, мы собрали замечательный коллектив музыкантов. Мы собрали из каждого известного одесского коллектива по несколько человек. И Хобарта Эрла взяли, и из филармонии, и Шаврука, и сформировали свой коллектив Чамбер Хармони, который играл, сопровождая орган. В этом году мы, скорее всего, не будем вводить дополнительные музыкальные инструменты. Почему? Потому что настолько интересны те идеи, та музыка, которая будет играться, что, наверное, она не нуждается в дополнении. То есть будет настолько насыщенная программа, что четыре дня хватает органной музыки разносторонней. Она очень разная будет. Каждый день не похож на предыдущую. Вот скажите, давайте еще больше заинтригуем нашего зрителя, кто сможет найти для себя нужное и полюбившееся? Вот кто сможет прийти, послушать? Хороший вопрос. У нас очень разноплановая публика. В основном это средний класс. То есть люди, которые получили какое-то образование уже и имеют запрос на качественную музыку. Но на самом деле амплитуда возрастная, очень широкая. Это и студенты, которые еще учатся, это и взрослые люди, которые уже, в общем-то, состоялись, совершились. И многие из них достаточно успешны. И бывают за границей, смотрят, что происходит. Лоскало, Митрополитенопера. И когда они видят то, что делаем мы, они говорят, мы не знали, что вот здесь, в Одессе, в Украине, можно смотреть уровень, получить уровень такой же, как мы видели там. Мы приглашаем людей из Европы, из Америки, из Азии. Действительно, тех, кого в других условиях нужно смотреть только за границей. Вот насколько высок спрос в Одессе на действительно качественную музыку? Мы, к сожалению, не имеем средств. Мы практически все делаем на собственные деньги. Очень редко появляются спонсоры. Сейчас достаточно трудное время и со спонсорами туго. Поэтому у нас очень мало средств на рекламу. Если бы можно было вложить какие-то большие деньги, пропиарить это все, это было бы, конечно, просто бомба. Но также это больше распространяется от человека к человеку. Те, кто увидел, поразился тому, что увидел, рассказал еще кому-то. Поэтому мы медленно нарабатываем публику, но от года к году ее становится больше. И что вам сказать, в прошлом году, допустим, в оперном театре три четверти зала были заняты. То есть, в принципе, с удовольствием ходят. Да. Насколько такой вопрос, чисто одесский, насколько доступно для посещения концерта? Мы не гонимся за прибылью. Мы хотим просто вернуть то, что вложили. Поэтому билеты очень демократичные. Ну, давайте приоткроем завесу тайны. От скольки до скольки будет? От 50 до 120 гривен. Где-то так. Более чем демократично, оно того стоит. Фактически мы просто вынимаем то, что вложили. А какая средняя продолжительность концерта? Где-то час двадцать. Приблизительно час двадцать. Мы делали концерты и в двух актах, но это скорее исключение, чем правило. Ну, давайте еще проговорим все-таки, где будет проходить, когда начало, когда надо приходить и где можно разжиться билетами. Что вам сказать по поводу, куда приходить? Это очень хороший, действительно, еще раз повторю избитую фразу, хороший вопрос. Дело в том, что зал на Пастера 62, хотя орган там стоит более всего, играет в Одессе с 2004 года, почему-то малоизвестен. Поэтому у нас были курьезные случаи, когда люди, идя к нам на концерт, приходили в кирху. На самом деле это не кирха, это другой фестиваль, это другие концерты, это Пастера 62, это реформанская церковь старинная 19 века, которая восстановлена в конце 90-х, где установлен, в принципе, лучший в Одессе орган. Стартуете 21-го, во сколько? Когда приходить людям? В 18.30 начало концертов во все дни, то есть не ошибиться. Что касается, когда приходить, ну, лучше всегда минут за 10 до начала. Приобрести билеты можно будет на месте или все-таки лучше заранее этим озаботиться? Лучше заранее в кассах города, чтобы наверняка знать о том, что, ну, место за тобой. Во всех кассах города это есть? Да, укроти кит и кассир 24. Планируются какие-нибудь на открытие-закрытие какие-нибудь что-то типа шоу, что-нибудь какая-нибудь программа необычная? Ну, я уже сказал, что сам, допустим, итальянец, который открывает, он предоставит зрителям такую программу, такое действительно шоу, что оно само по себе уже необычно. Дополнительно к нему что-то делать, это уже масло масляное, что называется, то есть это уже просто лишнее. Ну, и на закрытие, я так понимаю, будет этническая Африка, это тоже довольно ярко. Это что-то, чего вообще не было в Одессе. Я понял. Ну, хорошо. Желаю вам хорошего фестиваля, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Надеюсь, что посетителей фестиваля в этом году будет не меньше, чем в прошлом. Фестиваль все-таки растет. Это действительно интересно, это стоит увидеть. Я напомню, что 21 октября, уже в эту пятницу, в Одессе стартует фестиваль органной музыки Одесса Music Fest. Приходите на Pastero 62. Будет что послушать, будет на что посмотреть. Спасибо, что были с нами. Это был Добрый день на седьмом. В студии для вас работал Сергей Бандур. Не переключайте седьмой канал, дальше много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok